И вот проездив всю страну многократно, в одном только Сорокском районе мы были 12 раз, все безуспешно и безуспешно, пока наконец не удалось сформировать серьезную организацию. Так вот, многократно объезжая всю страну, мы столкнулись с одной удивительной вещью. Власть существует сама по себе. Это власть, предшествующая коалиция. Они живут в каком-то отдельном своем мире. Периодически они вспоминают об этих избирателях, ну, понятно, перед выборами, одаривая их то макаронами, то тушенкой, то колбасой, как в Сороках, например, тех же. Там есть колбасный цех, которым заведуют социалисты, и они очень серьезно используют этот инструмент мясной гастрономии для расширения своего политического влияния и веса. И в этой параллельной жизни стало понятно, это стало уже, как бы, так сказать, реальным фактом. Сила возможных перемен состоит в том, чтобы объединять этих людей, что решение на самом деле можно принимать и формулировать, и оказывать давление на власть в первую очередь снизу. И вот здесь мы же не выступили. Вот смотрите, какой мы планчик разработали клевый. У нас там были какие-то тайные лаборатории, где какие-то умники сидели, писали, высчитывали, придумывали. Нет, мы сказали, что вот это наше видение и в сфере декриминализации власти, потому что без этого ничего сделать нельзя. Власть действительно живет в своем, так сказать, какой-то капсуле. Им кажется сегодня, что они всем управляют. Они управляют всем, что от них не зависит в дальнейшем. То есть, страной они не управляют. Они не в курсе, что происходит с этой страной и с людьми, которые живут здесь. Так вот, декриминализация экономики, территория знаний. Все эти вещи мы предлагаем сделать предметом общенациональной дискуссии. Но по-другому не получится. Никто никогда за 30 лет не собирался на такую дискуссию. Никто никогда не говорил, люди добрые, давайте вместе придумаем что-то.